Всем здравствуйте, меня зовут Южико Антон и это второе видео про то, как правильно сложить тренировочную программу. В первом видео мы говорили о подходах, повторениях, алгоритме сложения тренировочной программы. Как правильно ставить упражнения, какая должна быть очередность, как правильно совмещать мышечные группы. В этом видео мы поговорим про методы увеличения интенсивности, как правильно их совмещать, как они выглядят и куда их встраивать в тренировочном процессе. Для каких упражнений они подходят, а для каких упражнений не подходят. Сейчас я перечислю все основные методы увеличения интенсивности и буду подробно про них рассказывать. Первый и самый, наверное, распространенный и самый рабочий метод увеличения интенсивности – это сокращение времени отдыха между подходами. Выглядит это примерно следующим образом. Вы можете выполнить подход и отдохнуть между подходами в районе 240 секунд, что будет 4 минуты. Либо отдохнуть 120 секунд, что будет 2 минуты. Если вы выполните, к примеру, 3 подхода по 10 повторений и отдохнете 120 секунд, это будет одна тренировочная нагрузка. Если же вы отдохнете 240 секунд, это будет совсем другая тренировочная нагрузка. Поэтому, сокращая время отдыха между подходами, вы увеличиваете интенсивность всей тренировки. Если вы выполнили, к примеру, жим 100 кг в 3 подходах и отдыхали 240 секунд, а, к примеру, через месяц вы выполнили тот же жим 100 кг 3 подхода по 10 повторений, но уже с отдыхом 120, то можно говорить о том, что вы прогрессируете. Несмотря на то, что количество подходов, повторений и вес остался точно таким же. Второй метод увеличения интенсивности – это форсированные повторения. Данный метод выглядит следующим образом. Вы выполняете технически верно 10 повторений определенного упражнения, припустим, это может быть жим лежа, после чего человек, который вас страхует, берется за гриф и помогает выполнить вам еще 2 повтора. Итого, получается, вы выполнили 12 повторений, из них 10 сами и 2 с помощью партнера. Скажу, что метод увеличения интенсивности с помощью форсированных повторений очень эффективен, но при этом он очень травмоопасный. Получается такая ситуация, что вы выполняете подход практически до отказа, а дальше ваш партнер помогает вам выполнить еще 2 повторения, либо 3-4, и мышца доходит до очень сильного истощения, это полный мышечный отказ. Именно в этот момент мышца очень сильно подвержена травме. Ну, это может быть не обязательно мышца, это может быть и связка, но факт остается фактом. Данный метод очень травмоопасный. Третий метод увеличения интенсивности – это частичные повторения. Данный метод чем-то похож на форсированные повторения, но отличие уже в том, что последние повторы вам не помогает партнер, а вы выполняете их сами на ту амплитуду, в которой вы сможете выполнить движение. Приведу снова пример на жиме лежа. Вы выполняете 10 повторений в полную амплитуду, после чего вы уже не можете выполнять упражнения, вы устали, и поэтому вы выполняете еще 1-2 повтора уже частично. Обычно это половина, либо 1 треть амплитуды снизу. Отдельно следует заметить, что частичные повторения некоторые люди выполняют неправильно. Они выполняют упражнения, когда мышца максимально сокращена. Ну, к примеру, если это жим лежа, они делают частичные повторения в дожиме. Правильно использовать данный метод, когда мышца максимально растянута. Поэтому, если вы выполняете жим лежа, это должна быть половина амплитуды снизу, а не сверху. Четвертый метод увеличения интенсивности – это читинг. Читинг подразумевает под собой включение мышечных групп, которые не должны включаться в определенном движении. Наверное, самое распространенное упражнение с читингом – это подъем штанги на бицепс. Когда человек не может правильно поднять штангу, он начинает помогать себе корпусом, самым задавая инерции штанги, и получается, что он ее закидывает и снимает тем самым нагрузку с бицепса. Читинг использовать можно, и это довольно рабочий метод увеличения интенсивности. Но читинг использовать нужно правильно. Это значит, что выполнять нужно с читингом только последние повторения. Если вы выполняете 10-12 повторений, то с читингом нужно выполнить последние 2-3 повторения. А первые 9 повторений должны быть без читинга. Также следует заметить, что для читинга должна быть очень хорошая техника и нервно-мышечная связь. Это необходимо для того, чтобы максимально нагрузить рабочую мышцу, а не наоборот снимать с нее нагрузку. Пятый метод увеличения интенсивности – это сбрасывание веса. Данный метод выглядит примерно следующим образом. Вы выполняете определенный вес, к примеру, 50 кг, на 10 повторений, после чего вы не отдыхаете, а уменьшаете вес примерно на 20-30%, иногда на 50%. И выполняете еще столько повторений, сколько вы сможете. Примерно от 5 до 6 повторений. При сбрасывании веса часто совершают ошибки. Первая самая распространенная ошибка – это слишком большое количество раз, когда вы сбрасываете вес. К примеру, я рекомендую выполнять 2-3 подхода. Ну, сбрасывать вес 1-2 раза. Если же сбрасывается вес 4-5 раз, это приводит к тому, что выполняется слишком много повторений, и чаще всего они уже выходят за 20 повторений. А это очень сильно затягивает время нахождения под нагрузкой. И может случиться ситуация, в которой вы выходите за 45 секунд за анаэробное энергообеспечение. В таком случае данный метод может уже вести к увеличению количества митохондрий, а не к гипертрофии. Поэтому я считаю, что оптимально скидывать вес всего один раз, и суммарно выполнять не больше 20 повторений. Шестой метод увеличения интенсивности – это суперсет. Суперсет можно использовать как на мышцы-антагонисты, к примеру, выполнять первое упражнение на бицепс, а второе упражнение на трицепс. Также можно выполнять и на одну мышечную группу. К примеру, два упражнения на грудные мышцы. Чаще всего суперсеты, конечно, используют для мышц-антагонистов, но и используют для одной мышечной группы. Ярким любителем суперсетов на одну мышечную группу был Майк Менсер. Майк Менсер всегда использовал первое упражнение односуставное, какое-то изолирующее, и вторым упражнением он делал многосуставное упражнение. К примеру, в тренировке ног, это может быть разгибание ног на тренажере, а после чего идет жим ногами, либо приседания. Если я записываю тренировочную программу в Excel, в суперсет я выделяю черную рамку. Если же я записываю суперсет на бумаге, в таком случае я ставлю просто линию, либо пишу рядом суперсет. Тогда в будущем я буду понимать, что данные упражнения выполнялись сетом. Теперь давайте сложим какую-то тренировочную программу и посмотрим, как использовать методы увеличения интенсивности уже на практике, где я создал пустые колонки, а теперь давайте вписывать упражнение. Ну, припустим, что первое упражнение у нас будет жим лёжа с весом 100 кг и будет выполняться в трёх подходах по 10 повторений. Теперь, если мы применим к данному упражнению первый метод увеличения интенсивности, мы можем задать 300 секунд. В таком случае 5 минут человеку достаточно для полного восстановления. И мы будем понимать, что человек максимально восстановился между каждым подходом. Если же мы сократим время отдыха, к примеру, до 120 секунд, мы будем понимать, что жим лёжа выполнялся не на полном отдыхе, а уже на повышенной интенсивности за счёт сокращённого времени отдыха. Если применить второй метод, это форсированные повторения, в таком случае записывается следующим образом. 10 повторений выполнялись без помощи партнёра, плюс 3 повторения выполнялись с помощью партнёра. В таком случае, если человек выполнил 10 повторений сам и 3 с помощью партнёра, а на следующей тренировке, к примеру, он уже выполнил те же 100 кг, но 11 повторений, их всего 2 форсированных, мы можем говорить о том, что человек прогрессирует. Точно так же к жиму можно применить и частичные повторы. Четвёртый метод увеличения интенсивности, такой как читинг, использовать в жиме лёжа. Читинг можно использовать только в тянущих мышечных группах. Это такие мышечные группы, как широчайшая мышца и все остальные мышцы спины. Это бицепс и средний задний пучок дельтовидных мышц. Только в этих мышечных группах и упражнениях на них можно использовать читинг. Во всех жимовых мышечных группах читинг использовать нельзя. Чаще всего это будет нарушением техники правильного выполнения движения. Связано это с тем, что, к примеру, вы при выполнении упражнения на бицепс, немного помогая корпусам, вы можете сделать ещё несколько повторений. Но если вы выполняете жим лёжа, чаще всего читинг происходит тем, что вы поднимаете таз. А это уже неправильное выполнение упражнения и техническая ошибка. Пятый метод увеличения интенсивности – это сбрасывание веса. Сбрасывание веса будет выглядеть следующим образом. Выполняется подход на 100 кг, дальше снимается вес до 60 кг и выполняется ещё. К примеру, со 100 кг было выполнено 10 повторений и плюс 60 кг было выполнено всего лишь 6 повторений. Выглядит при записи данный подход следующим образом. Если же данный метод использовался не только на последнем подходе, но во всех трёх, можно записать следующим образом. 100 кг на 10 повторений плюс 6 повторений с 60 кг, после чего 10 плюс 5 и, к примеру, 9 плюс 4. Теперь поговорим о том, как совместить несколько методов увеличения интенсивности на одной тренировке. К примеру, первым упражнением выполнялся жим лёжа и вы использовали форсированные повторения. Вы сделали 3 подхода по 10 повторений и на последнем подходе вы сделали 9 повторений и 3 форсированных. В таком случае мы применили форсированные повторения к первому упражнению. Второе упражнение поставим жим гантелей на наклонной скамье и поставим вес 30 кг. Сделаем 3 подхода по 10 повторений. Время отдыха сделаем меньше, чем в упражнении со штангой и поставим 90 секунд. В данном случае мы сокращаем время отдыха и применяем только один метод увеличения интенсивности. Третье упражнение мы сделаем сведение рук на блоки и применим к этому упражнению такой метод увеличения интенсивности, как сбрасывание веса. Выглядеть будет всё следующим образом. Вы выполняете подход с 40 кг и 20 кг. И записывается всё следующим образом. Вы, к примеру, выполняете 10 повторений плюс 6, после чего 10 повторений плюс 5 и 9 повторений плюс 4. И ещё сильнее сократим время отдыха между подходами до 60 секунд. На вторую часть тренировки припустим, что будем тренировать бицепс. Первое упражнение будет сгибание рук со штангой. К данному упражнению применим такой метод увеличения интенсивности, как читинг. К примеру, будет выполняться упражнение 30 кг, 3 подхода, по 10 повторений и 2 последних повторения будут с читингом. А время отдыха поставим 90 секунд. Иногда складывается ситуация, когда трицепс или другие небольшие мышечные группы тренируются несколько раз в неделю. Один раз они тренируются тяжело, а второй раз они тренируются в лёгком режиме. Допустим, что в данном случае мы тренируем трицепс 2 раза в неделю и на данной тренировке хотим выполнить одно упражнение в лёгком режиме. Поэтому совместим данное упражнение с суперсетом вместе со сгибанием рук молотом. Сгибание рук молотом будем выполнять 18 кг и разгибание рук на блоке 30 кг. По 3 подхода и по 12 повторений. Время отдыха между данным сетом будет 90 секунд. Скажу сразу, что данная тренировка является всего лишь примером совмещения нескольких методов увеличения интенсивности. Я всё-таки рекомендую не использовать больше одного либо двух методов на одной тренировке, так как это ведёт к слишком большой интенсивности, после которой будет длительное время отдыха. Если же вы будете использовать методы увеличения интенсивности очень часто, может случиться ситуация, когда вы впадёте в перетренированность, либо можно называть это недовосстановлением. В такой ситуации нагрузка на мышцы будет слишком большая и организм не сможет после неё восстановиться. Поэтому методы увеличения интенсивности нужно использовать очень грамотно, дозированно и уже на определённом уровне тренированности. Новичкам самое главное это прогрессировать за счёт рабочих весов и естественно смотреть, чтобы техника выполнения упражнений была максимально идеальной. Всё, спасибо за просмотр. Надеюсь, я смог донести свои мысли и рассказать правильно, как выполнять упражнения с методами увеличения интенсивности. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в следующем видео я уже расскажу о том, как правильно циклировать нагрузку между одними и вторыми тренировками, для того, чтобы две тренировки не были одинаковыми. Поэтому ждите новых видео, задавайте свои вопросы в комментариях, я буду стараться на них отвечать. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok